надежда что у нас происходит на рынке с брендами потому что вроде как наши покупатели становятся все говорят что менее брендозависимы с другой стороны вроде как бренды постоянно появляются новые как сейчас вообще ориентироваться во всем этом да действительно сейчас происходит много необычных процессов которых раньше мы не наблюдали с одной стороны да люди легко переключаются между разными брендами с другой стороны само влияние бренда все равно никуда не делается если бренд правильно хорошо выстроен то он очень сильно помогает продажам и тут главное найти вот правильный подход наверное к покупателю и тогда бренд хорошо работает по-прежнему из-за интересного ну по крайней мере у нас очень много запросов от компаний которые раньше не работали на рынке например fmcg не работали с продажей продукции непосредственно конечному покупателю они например там производили что-то продавали оптом да вот теперь достаточно много запросов на что они с оптовых продаж пытаются переключиться собственно вот на продажи непосредственно покупателю выйти в ритейл и осознают необходимость брендинга но под брендингом конечно у всех разное понимание что это может быть как вы оцениваете сейчас российский рынок с точки зрения вот умение создавать бренды мы скажем так в разрезе может быть какой-то международной экспертизы мы догоняем отстаем или мы где-то опережаем в чем-то либо ведь наравне идем как вы могли бы мы конечно в таком догоняющем состоянии поскольку у нас это в общем достаточно недавно по историческим меркам появилась там где-то 30 лет назад это только начало проникать к нам и сейчас в общем далеко не все компании производители понимают необходимость в разработке брендов и ну как бы информация все больше и больше распространяется но многие до сих пор работают там условно говоря мы вот сейчас там выстроим продажи сделаем цену пониже проведем акции над брендом работать не будем нам это не нужно вот но есть очень успешные примеры где компании применяют брендинг правильные коммуникации и это заставляет других участников рынка задуматься возможно у них было неправильное представление да и нужно с этим что-то делать как в целом меняется это понятие брендинга и вот эти нюансы которые нужно учитывать это сейчас у нас и амниканальности электронная версия там проще все вот какую-то такую не знаю чек-лист можете выдать скажем так да если раньше это было ну вот там мы занимаемся упаковкой да и допустим 15 лет назад достаточно было сделать просто какую-то не страшную упаковку нарисовать логотип и этого было достаточно то сейчас с развитием коммуникации социальных сетей конечно же без стратегии без позиционирования очень сложно ну то есть это должен быть комплексно выстроенный образ да там кто мы о чем мы говорим каким языком кто кем мы говорим куда мы хотим прийти в общем это такая комплексная история сейчас на какие тренды сейчас стоит обращать внимание при создании нового бренда ой вот это я очень не люблю почему тренды это такая очень а вы тогда стоит ли обращать внимание на тренды они проходят до тренды такая очень быстро меняющаяся проходящая история а бренд но это то что должно остаться у человека в голове сложиться должна история и это нельзя выстроить на основе трендов да то есть это можно выстраивать на основе того что есть у компании там какие-то особенности продуктов или там производства например да опираться на тренды мне кажется можно наверное в какой-то рекламе но не при разработке брендов потому что они слишком быстро меняются да и потом придется тренд прошел придется все переделывать а какие-то долгосрочные тренды если говорить на это дело что там есть какая-то мода которая раз там не знаю в три месяца поменялась и не же что-то допустим там не знаю тренд на зоши про него все говорят там уже несколько лет и вроде как его не учитывать то нельзя получается что нет тогда есть такие долгосрочные тренды от потребительского поведения их да безусловно надо учитывать я вот предыдущие тренды скорее относились к тому как это может выглядеть да вот визуальные тренды на а такие долгосрочные тренды вот как зошь да или там например вот я вчера была на сессии обсуждали мы то что там уже в течение 15 лет россияне больше едят овощей все больше больше несмотря ни на какие вот эти вот наши там скачки турбулентность тоже такой далеко идущий тренд надо это учитывать при работе над брендом конечно безусловно что мы же работаем для покупателя нужно понимать что его нужно что нравится вчера ваш коллега из аналитического агентства говорила делился более что у нас вообще очень мало например брендированных овощей и фруктов стране насколько я знаю у вас есть такой кейс практике вот поделитесь может быть какой вы лайфхак вот можете советовать тем кто задумывается о том как продвигать вообще такую категорию которую достаточно сложно и об этом вот облечь в какие-то рамки дам как раз недавно закончили проект разработки стм в категории овощей и фруктов для сети окей и это было достаточно такая не стандартная для нас задача стм есть такая особенность что мы там не можем опираться не на производство да потому что производители могут меняться не на особенности продуктов да то есть нам нужно придумать какую-то в целом задачу какую-то идею которая будет которая заинтересует покупателя вот и мы пошли с эмоциональной точки зрения да мы создали эмоционального персонажа который будет вот общаться с покупателем увлекать его но что касается вообще этой категории овощей там действительно очень мало интересных примеров и интересных брендов и там поле непаханное чем можно чем еще можно где поработать наверно какой-то общий совет тут сложно дать нужно идти от особенностей из вот конкретной продукции наверно там всегда можно найти что-то интересное что позволит рассказать об этом и заинтересовать покупателя а если в целом сейчас говорить о запросах которые поступают к вам вот ваше агентство то насколько клиенты сейчас целом готовы к переменам вот как выглядит как выглядит типичный запрос это вот придумайте нам что-нибудь или а сделайте нам просто что-нибудь так вот мы были по-другому либо конкретика какая-то что сделайте так чтобы вот было так и так как вы знаете очень по-разному бывает ну то есть очень часто компания понимает что ей нужно меняться но они опасаются этого да потому что уже есть там какие-то продажи очень страшно внести какой-то какие-то обновления изменения потому что кажется что можно потерять даже то что есть а это один случай другие наоборот говорят что давайте гуляем делаем что вы идеи такое такие стоп 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 подождите у вас люди вообще другие те кто вас покупают и такое нужно вот в общем зависит от ситуации бывает конечно интересно запросы сейчас появляются какие-то необычные продукты например недавно делали напитки с разными грибами есть разные грибы типа чага рейши вот такие для глубоких зожников это раньше были продукты а сейчас их начинают развивать как напитки для повышения какой-то функции например для усиления фокуса или там для того чтобы не знаю усилить иммунитет в общем там карат в разных ситуациях используется ну да мы так ведь это был просто очень необычный труднее создавать бренд с нуля или освежать концепцию освежать концепцию труднее с нуля просто придумываешь ну там опираясь конечно на какую-то аналитику на знание целевой аудитории но ты придумываешь и придумываешь когда ты работаешь над обновлением там нужна такая не знает деликатная хирургическая работа с одной стороны нужно чтобы обновление было заметно с другой стороны нужно не потерять вот этот вот исходный код какой-то по которому люди узнают уже этот бренд туда чтобы они не перестали его находить в магазинах это как стрижка надо что стало красиво наступ не заметно что-то произошло если вообще способ освежить не знаю бренд или торговую точку недорого то есть например а представь что есть небольшие какие-то производители там или маленькие сети которых бюджет ограничено и не могут там взять и сразу допустим изменить вообще все какие советы с этой точки зрения можете им дать ну самый главный совет это наверно какая-то последовательность и вот последовательность что мы говорим людям как мы выглядим потому что очень большая проблема в том что вот у маленьких производителей кто они там взяли условно говоря одного фрилансера он им нарисовал в одном стиле через полгода в другой фрилансер нарисовался в другом стиле и люди не запоминают из бренда потому что происходит постоянно какой-то эксперимент и все время какое-то обновление происходит да вот последовательность при работе с брендом очень важно как выбрать агентство для работы важно ну то есть давайте так а если какой-то чек-лист вот тех вещей которые нужно учитывать до начала сотрудничества о это коварный вопрос коварный да ну наверное однозначно должен быть опыт может быть не конкретно в этой категории но по крайней мере в этом направлении условно говоря нельзя поручать агентство которое в основном у них портфолио сайты делать упаковку да они в принципе наверное могут но наверняка не учтут кучу нюансов которые необходимо было учесть да ну то есть специализация агентства во вторых наверное адекватность да то есть как они предполагают решать вашу задачу да со всеми говорят встретиться и наверное с теми с кем нашли общий язык да где-то на одной волне и вот теми ребятами и идти в работу то есть вы считаете что если если компания не является экспертом в этой отрасли то она но получается не сможет либо труднее сделать что-то вот не относящийся к ее специализации однозначно то есть мы например не полезем делать какие-то приложения для мобильных телефонов потому что ну в принципе можно у вас будет свежий взгляд на это там уже замылилась например вот но нет у нас будет свежий взгляд но он не будет работать ну то есть я периодически вижу когда там делают со свежим взглядом упаковку которая выглядит да свежо но люди и они покупают потому что ну там много всяких нюансов ожиданий потребительских много там исторически обусловлено почему там что-то выглядит определенным образом но я не знаю там упаковка молока белая почему и если это не учитывать что можно сделать свежее но при этом потерять деньги на продажах ну и финальный такой вопрос сейчас все говорят об использовании нейросетей используете ли вы своей работе чем это помогает может это закрывать какие-то рутинные процессы которые но не обязательно что за нейросеть нарисовала что-то там за вас а вот где-то она облегчила какой-то работа сколько-то активно вас используется мы очень активно используем уже ну вот как это появилось но больше года наверное точно такой ежедневной работе мы это используем но это знаете конечно не придумает идеи за нас но однозначно для того чтобы оценить идею нужен человек в любом случае вот но нейросети как такая еще одна кисточка фотошопе до помогает очень быстро не знаю собрать фудзону например дату которую там нужно сложно фотографировать да это можно сделать в течение полдня там с помощью там подбора запросов или там попробовать нарисовать сам определенную или иллюстрацию в разных стилях да посмотреть какой подойдет лучше чем это сильно облегчает работу да где-то какие-то трудоемкие вещи решает но но не заменяет мозги опыт то есть вы не боитесь нейросети нет конечно это хорошая помощь что так чтобы она совсем заменила я честно говоря не верю спасибо спасибо